Слава Украине! Привет всем от Полонского! Рашисты готовят камикадзе из своих чмобиков. Ну, честное слово, всякое я ожидал, но вот такого, честно говоря, не предвидел. По центральному телеканалу, это, я так понимаю, Соловьев Лайв, то есть это телепомойка Соловьева, я так понимаю, это же центральный телеканал у них там. Выступил один из пропагандистов, которые там работают с Соловьевом, не знаю его фамилии, лысый такой, как Пень. Я знаю одного там, это Мордан или Мордан, как-то так. А вот этого второго не знаю, да я и знать не хочу, как его фамилия, не столь важно. Кому интересно, ссылочка на его разглагольствование внизу, в описании к данному ролику. Посмотрите, скажите, как его там зовут, хотя меня это не интересует. Да, интересует другое, это центральный телеканал Рашки. И вот что на нем вещают. Вещают следующее, что российские солдаты слишком много, слишком сильно хотят жить и слишком ценят свою жизнь. О, как интересно, да? И поэтому они должны гораздо проще уходить на тот свет, по мнению ведущего этого. И вообще как-то проще относиться к понятию смерть, потому что ничего страшного в смерти какого-то там солдатика нет. Это он прямо говорит, вещая из студии. Причем даже акцентирует внимание на том, что, ну да, мне сейчас скажут, что ты вот, мол, сидишь в студии, а он там сидит в окопе и через пять минут подохнет, а ты, значит, что-то там советуешь. Но все равно, говорит, я на своем настаиваю на том, что я говорю. Вот, значит, они слишком ценят жизнь. При всем при этом действительно сам сидит в студии и носа не кажет на фронт, естественно. Если и покажет, то на большом расстоянии и в жизни не полезет в окоп, да? Или вот посмотрите на их предводителя Путина. Он даже если вот ездил в Мариуполь, то послал вместо себя даже не первое, как говорит, не первое, это, господи, 53-процентную копию, да? А вообще 43-процентную копию, которая на него вообще мало похожа. Вот так вот, да? То есть сами они дохнуть не хотят. А солдатам хотят объяснить, что нужно дохнуть с большим желанием. Причем даже, да, вбивают солдатам в голову какие-то там суицидальные мысли. То есть это своим, это не нашим. А почему так? Я вам скажу, все довольно просто. Дело в том, что у них сейчас большой напряг с техникой. И поэтому все атаки, ну или большая часть атак, вот как сейчас, например, в Харьковской области, идут при помощи мяса, тупо мяса, которое гибнет там десятками, сотнями. Мясные эти штурмы идут. А вот мясо не очень, ну не всегда хочет дохнуть, да? Вот во славу царя вот этого вот. Не, оно конечно жило всю жизнь в дерьме. И в принципе жизни не видело. И особо терять ему нечего. Но почему-то не хотят и все. Не хотят, да? Для пропагандиста очень важно, чтобы А. Мясо охотнее шло на фронт и там двухсотилось. Б. Чтобы родственники этого мяса, которые остаются в тылу, неремствовали, сидели дома, значит не вякали ни в коем случае. И ждали. А если будет, соответственно, вякать, не получат денег, не получат никаких компенсаций. Кстати, компенсации там вообще беда с ними, потому что сейчас большую часть трупов не вывозят с поля боя. Соответственно, их там пожирают собаки, коты. Ну, мы видели, видео перевидели. Уже никто их вообще не забирает. Никто не знает, как их зовут и так далее. То есть их всех объявляют потом дезертирами. Будьте здоровы, идите гуляйте. Так что денег в любом случае не увидят. В любом случае, ребята, вот это вот культ камикадзе, который был когда-то, да, в Японии. Вот Рашист сейчас пытается его повторить. Да только вы знаете, ну, и в Японии даже его считали ошибочным, несмотря на то, что... В результате признали ошибочным. Несмотря на то, что он там имеет много сотен лет пидгрунте пиццевой, да, исторической какой-то там исторической памяти. Что же касается на России, так там вообще какая там историческая память, какое там что. Там всю жизнь были холопы и бары. Бары себе хорошо жили, холопов секли, и они дохли. Вот, собственно говоря, и вся историческая память. И вот сейчас перед пропагандонами стоит задача уговорить каждого холопа, ну и холопку, соответственно, которая холопа отправляет на фронт, что холоп должен сдохнуть. Причем не просто сдохнуть, а сдохнуть с радостной улыбкой на физиономии. Вот интересно, как думаете, получится у них или нет?